Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Тема сегодняшней передачи – «Жемчужины природы Вятского края». Она будет посвящена самым красивым и необыкновенным местам Вятского края. Расскажет о них гость сегодняшней программы, старший инструктор-методист по туризму, заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Иванович Фаранчихин. Евгений Иванович, вы были руководителем многих сложных экспедиций, как по стране, так и по Вятскому краю. Многие поколения кировских туристов хорошо знают вас. Кого-то вы лично водили в походы, другие ходили по туристическим маршрутам, пользуясь вашими путеводителями, которые так и назывались по Вятскому краю. Вот у меня в библиотеке, например, два таких путеводителя. В этих книгах вы много рассказываете о примечательных объектах нашей природы. Также мне известно, что вы написали новую книгу, которая называется «Жемчужины природы Вятского края». Но она пока ищет своего издателя. Вот об этих жемчужинах, которые украшают Вятскую природу, давайте и поговорим. Давайте. Вот на ваш взгляд, какие места являются самыми красивыми в Кировской области, достойными того, чтобы быть увиденными каждому? Ну, таких мест ведь очень много в области. Практически в каждом районе на территории нашего края есть что-то примечательное, интересное, заслуживающее внимания. И, в общем-то, было бы здорово там побывать. А вот самое-самое в вашем рейтинге. Ну, как вот их? Ну, как? Ну, десятка или пятерка. Ну, вот сейчас вот скоро, если дожди пойдут, начнется грибной сезон, значит, естественно, самыми привлекательными будут сосновые леса, бары. Чистые сосновые бары. А, где белые грибы, да? Да, естественно. Ну, и вот, в общем-то, вот это прежде всего, конечно, выделяется и всей этой массы, наиболее значимой такой, на слуху у всех горожан, по крайней мере, в нашей области. Это Медведский бор в Нолинском районе. Аналогичный бор в Сувоцке, бор в Советском районе. Вот. В Советском районе есть еще один, но малоизвестный. Вот. Бор, значит, сам, который Беляевский, пониже по течению... Да, я не слышал. ...пониже по течению вятки от Сувоцкого бора. Ну, там, это уже ниже по течению от Атарского района. Вот. Боры очень красивые, чистые, на древних песках, то есть, которые образовались при таянии гигантских ледников. Боров, мощность их очень большая. Вот. Ну, бары интересны. Но вообще никто не знает, или мало кто знает, точнее сказать, о тех барах, сосновых лесах, которые есть, допустим, в Подосиновском, в Узском районах Кировской области. Ну, давайте, кроме боров, что посмотреть нужно? Ну, кроме боров, ну, пожалуйста, у нас вот, допустим, если о растительности говорить, о лесах, да, то в Сувоцком районе, в поселке Первомайском, буквально в самом поселке, находится Подчуршинское городище или Подчуршинская гора. Там сосновые посадки, ну, необычная сосна, это сосна кедровая или сибирская сосна, в общем-то, не настоящие кедровые, но, тем не менее, для краткости все называют кедровые посадки. Подоносят? Да, подоносят, вот. Затем можно назвать, допустим, то, что поближе к Кирову, это Нижнеевкинские минеральные источники. Территория достаточно хорошо обустроена, в общем-то, там побывать, ну, я думаю, что каждому жителю интересно бывает. В Савом Нижнеевкино, в санаториях, а вот эти источники, они вообще есть в свободном каком-то духе, не на территории? Конечно, 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 да. Там даже какие-то экскурсии проводят, в общем-то, побывать там стоит, интересно. По крайней мере, я туда школьников возил, они всегда оставались очень довольными. Вот. Приток, допустим, приток реки Байсы, значит, Гликмашорка, а у нее, в свою очередь, есть еще один приточек такой, небольшой ручей, вот этой Гликмашорки, тоже удивительно очень местный. Вот это река Байса и Гликмашорка, они где находятся? Это у нас Лебяжский район. Лебяжский район. И что там интересного? Вот. А об этом позднее можно было рассказать. Сейчас, 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 сейчас мы пока перейдем. Ну, хотя бы о чем там речь идет? Что там смотреть? Ну, там кусочек подземного мира на поверхности. То, что мы видим обычно в глубоких карстовых пещерах, здесь это можно увидеть на поверхности земли. Такого, в общем-то, больше в области у нас нет. Ну, вот. Ну, можно еще назвать Котильническую поименную дубовую рощу. Она считается одной из самых северных. Вот как-то все вот о дубовых рощах и так далее. Давайте вот я тогда свой рейтинг скажу. Вот в моем личном рейтинге самое красивое место Авиатского края – это, безусловно, природный комплекс на реке Немде. Где, в первую очередь, это вот и скалы, и водопады, и пещеры. Можете подробнее рассказать вот нашим слушателям именно об этом месте? Конечно. Это в какой-то мере я с вами полностью согласен, потому что Немда – это еще одно уникальное и необычное место для нашей территории. Мы уже жители равнинной, в общем-то, местности. А здесь, ну, в общем-то, схламленный рельеф такой своеобразный. Ну, и сама природа так распорядилась, что там уж очень много сосредоточено всевозможных и интересных объектов, которые объявлены памятником природы. Выделены природные ботанико-геологические комплексы на территории Немды. Она отнесена, эта территория отнесена к пижамскому гидрологическому заказнику. Ну, и там есть что посмотреть. Поскольку доступ свободный, то можно приехать туда, походить, посмотреть. В общем-то, здесь и обзорные точки, и пейзажи, и необычная растительность. Тем более, что там очень много краснокнижных растений. Ну, и еще людей, конечно, привлекает наличие обширных ягодников и грибных мест. Все это там есть. Плюс неплохая рыбалка. А своеобразие рельефа, оно обусловлено тем, что здесь на дневную поверхность выходят остатки древнего рифового комплекса. То есть, это древние морские рифы, древнего Казанского моря, Пермской системы. Ну, это если углубляться в геологическую историю. Ну, и там вот скалы, лазы, я знаю, свои проводят тренировки какие-то. Ну, да, это... Привлекают оскалах, они, наверное, не красноктижные растения. А просто про них меньше люди знают, поэтому и не привлекают. Что тебя может привлекать, если ты этого не знаешь? Надо знать, чтобы было привлекательным. Когда покажут, то да, действительно, это будет. Ну, естественно, конечно, самое впечатляющее, это, конечно, скалы или утесы, по-разному их называют. Вот, и начинается всё это, осмотр обычно от скалы к часовой. Она необычная такая, не только для нашей местности, но и вообще для средней полосы России. Вот, своеобразный символ реки Немды. И, как редкий пример, развития поверхностных карстово-разионных процессов. Когда-то здесь была пещера, стенки боковые разрушились, осталась одна внешняя. Внешне от обтесала получился стоп. Понятно. Вот, знаете, известно, что... О пещерах зашёл речь, известно, что на реке Немде в отложениях известняка имеются несколько пещер. И почему они, мне непонятно, активно не используются? Правда, я не из пелиолог, я в пещерах наших не бывал. А на реке Немде, конечно, бывал много раз. Так вот, почему они как туристические объекты-то не используются? Например, как Кунгурская ледяная пещера в Пелевской области? Ну, прежде всего, они очень маленькие. Глубина редко превышает 20 метров, а протяжённость до 80 метров. Махонькие по сравнению с большими, допустим, уральскими пещерами. Вот. И все они образовались по трещинам вот в этих же водно-растворимых горных породах, в известняках. Вот. Пещеры, да, действительно, вот в начале 70-х годов, что обследование этой территории, например, на предмет исследования вот этих карстовых проявлений. Вот. Как таковых у нас карста-то нет. У нас в основном это всё воронки просасывания. То есть потихонечку в трещинке, в глубине породы вода выносит частицы грунта с поверхности, и вверху образуется вороночка. И вот через эти воронки спелеологам удалось проникнуть в некоторые пещеры. Ну и по праву первооткрывателей они как раз и дали им свои названия. Да, потому что они маленькие, они как бы не имеют коммерческого такого значения. Да. Ну и плюс к этому, ведь, любой поход в пещеры, это всегда рискованное мероприятие. Вот. Одно дело, это оборудованно обустроены пещеры, а другое дело, когда она совершенно дикая. Тем более, что... А наша пещера опасная, вы считаете? Да. Вы говорите, не большие такие. Нет, но я раньше, допустим, школьников туда водил, давал им каски, значит, туда, вот, и свечи там мы зажигали, значит, они по очереди спускались туда. Какие пещеры? Название скажите. Вот, в Киров-600. А, Киров-600. Вот, это она на правом берегу, где все утесы находятся, утесы на правом, а на левом берегу основное поле, где находится основная масса открытых пещер. Это парадная, обвальная, мокрая, холодная, безымянная, Сафроновская. Вот последняя, допустим, пещера, которую я назвал Сафроновской, ей дали название по имени того мужичка, который показал эту воронку через вход, в который, значит, удалось проникнуть туда. Она действительно самая интересная из всех обследованных пещер, потому что имеет небольшие сталактиты, то есть, на потолке пещеры. Поэтому, в общем-то, вот... Когда мы про сталактиты заговорили, это, конечно, очень необычно, но вообще удивляешься, когда говорят, что в Кировской области можно найти сталактиты, сталагмиты. И вернёмся тогда к нашей гелекмашорке, потому что там ведь тоже грот какой-то или пещера. Вот тоже не был, надеюсь, с вашей помощью когда-то побывать. И там рассказывают, что есть сталактиты, сталагмиты, реальные такие, да? Ну, это место, я уже говорил, что в начале нашей встречи говорил о том, что это место уникально для Кировской области. Не только. В средней полосе такого больше нет. И, как утверждают гидрогеологи, подобное образование встречается в Передней Азии, ну, вот это, допустим, территория Турции или ещё чуточку подальше, в Латинской Америке. То есть, на территории России больше такого нет? Это настолько уникальное у нас место? По крайней мере, на поверхности этого нет. Чем отличается вот она от всей остальной территории? А тем, что вода берёт начало из одного очень мощного источника, кипуна, как его называют, вот, и вода идёт с большой глубины, насыщенная солями кальция настолько, что всё, что попадает в русло ручья, покрывается вот этим кальцитовым, а точнее сказать, известковым налётом таким, корочкой такой. Вот, и такие уступы она образовывает очень интересные. Но уступы вот таких вот источников носят название туфы. То есть, это вот туфовые образования, они такие пористые, как бы зернистые. Вот, значит, и кроме того, там, за, видимо, многолетнюю свою историю, это, наверное, не одно столетие надо было, чтобы образовался очень высокий уступ, несколько метров высотой, вот. А в нём ещё есть интересная деталь такая. Там небольшой, небольшая полость, грот, как мы называем. И вот в этом-то гроте можно увидеть корочки, натёки всевозможные. Были там и щётки сталактитов, сталагмитов, сталагнатов. Но, к сожалению, у нас посетители настолько невежественны, что они просто пообломали большую часть этих образований. Но всё равно, несмотря даже на это варварство, можно всё равно впечатление составить. Кроме того, значит, в русле ручья есть так называемое образование гуры. Вот их-то действительно мы встречали только на большой глубине в карстовых подземных полостях. А здесь они на поверхности. То есть, в русле ручья образуется какое-то препятствие. Вода здесь активно перемешивается, смешивается с кислородом воздуха. А кислород, вы знаете сами, что это очень сильный окислитель. И происходит химическая реакция, мгновенное выпадение нерастворимого осадка. И в этом месте образуются вот такие микроплотины, гуры. Вот этими гурами, этими сталактитами, этими туфовыми образованиями уникальна наша глекмашорка. Давайте ещё надо попытаться всё-таки как можно больше от вас информации получить. Но другое место, которое я бы опять в моём рейтинге уже, не в вашем, да, это Атарская лука. А она тянется на несколько километров возле бывшего села Атары. Иногда её называют, я вот такое название слышал, как Вятская Атлантида, откуда такое название не берусь сказать. Может быть, из-за того, что там встречаются окаменелые остатки древних животных, может быть, ещё почему-то. Вот расскажите, чем это место вам кажется примечательным? Оно вообще для вас примечательное? Вы его не упомянули? Да, оно очень интересно. Пожалуй, вот если говорить о всех вот объектах примечательных, вот этот участок реки Вятки, долина её, берега от Советска до Медведка, до посёлка, пожалуй, она нашпигована объектами, интересно, по природе. Когда вот, допустим, на карту наносишь точки всех объектов интересных, которые хотел бы кому-то показать, так она, получается, вся испещрена этими точками цветными. Вот этот участок как раз, да? И этот участок тоже попадает. Он не единственный привлекаемый, так сказать, внимание. Я имею в виду, от Советска до Медведка вот участок. Да, 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 участок вот. И вот эти Атарская лука, ну, чаще мне, допустим, встречалось другое название. Это Вятская Швейцария. Тоже непонятно, почему так называют. Вятская Швейцария, мне кажется, что такие называют, вот как раз Немду и потом вот это Петропавловское село. Ну, как раз вот это. Ну, это, видимо, название появилось от того, что в свое время одна из строительно-монтажных фирм города Кирова там построила поселок в поселке Петропавловском. Вот поселочек такого современного типа. И они в течение нескольких лет они раскручивали туристский маршрут, который назывался это Атарское кольцо. Там по-разному они, да? И в том числе и Вятская Швейцария. Ну, давайте, к Катарской луке вернемся. Что там такого интересного? Ну, прежде всего, рельеф. Рельеф возвышенный, а Вятка глубоко врезана здесь. Здесь самое узкое место речной долины реки Вятки в среднем ее течении. То есть, река Вятка здесь прорывает так называемое поднятие тектоническое, Вятский увал. Прорезает его. И поэтому отсюда... Значит, она здесь самая глубокая, надо так понимать? Ну, насчет этого сказать нельзя, потому что в нижнем течении она глубже. Вот. А то, что она глубоко врезана долина сама. Не глубина реки, а глубина долины. То есть, здесь расстояние между коренными берегами реки Вятки всего лишь километр. Такого, в общем-то, очень редко для сравнительно большой реки такое, в общем-то, редко встречается. Вот. Плюс, значит, вот я уже про рельеф. Опять же, растительность интересная. Опять же, здесь очень много обзорных точек. То есть, большой высоты можно посмотреть и увидеть долину реки. Большая река впечатление оставляет настолько большое, что даже трудно сказать, что лучше. Пейзажи на Немде или пейзажи в Атарах. В общем-то, поэтому. Плюс, можно увидеть здесь разнообразный животный мир, начиная от птиц, кончая крупными животными. Неоднократно встречались здесь овосей, кабанов, лис, волков, медведя. Даже самому пришлось однажды убегать, когда под ноги выкатился комочек медвежонок, значит, сверху скатился ко мне. А что медвежонок-то боится? Да, наверху-то, мамаша у него. Вот. Так что, в общем-то, цапли постоянно тут профсоюзное собрание проводят, собирается на песчаных пляжах. Вот. Храчки гнездятся на песках. Плюс ещё поющие пески, так называемые. Ну, не знаю, кто придумал этот человек, видимо, с богатой фантазией был, назвал, что они поют. На самом деле, это шипящие, скрипящие звуки. Ну, хруст под ногами. Да, такой своеобразный. В Атарах, и я помню, что этот хруст очень своеобразный, потому что обычно это песок не издаёт таких звуков. Ну, чем сильнее загребаешь ногами, тем сильнее звук раздаётся. А вот в своё время разрабатывался проект сделать Атарскую луку биосферным заповедником. Не знаю, знаете вы что-то про это? Ну. Но вот план как-то не был реализован. Вообще, как, по вашему мнению, нужен там заповедник? Нужно это место переводить вот в такой официальный статус? Вот действительно, вопрос сразу встречный возникает. А надо ли это делать? Дело в том, что, значит, в этом районе, и так уже поблизости, вернее, от него, уже построена одна из туристских баз и препятствует очень сильно движению туристских групп. Попробуйте-ка обойди эту базу, которая очень большая территория. Ни обходной тропы, ни обходной дороги, ничего нет. А база Киров как-то Чапецк нефтепродукт? Ну, то есть, Чапецк нефтепродукт, да. Плюс все стоки, сливы, естественно, в Вятку, и тут ни о каких очистных сооружениях речи нет, потому что прямо на плотах баня, например, у них устраиваются. А ведь, по-моему, нельзя берега-то в собственность приобретать. Ну, вот нельзя, никого это не волнует. Вот существует база. И вот, значит, здесь еще, почему? Это природный участок, он лишен магистральных путей сообщения. Раньше ходили теплоходы пассажирские. Сейчас этого нет. Дорог, проезжих для обычного легкового транспорта нет. Поэтому добираются сюда единицы людей, которые уже привыкли к этим местам. Но если заповедник будет, то как раз, может быть, наоборот, это не приток туристов, это отток, потому что заповедник перекроет все. И население области лишится своего постоянного места отдыха. А, вот если с такой точки зрения смотреть. Да, то есть должны будут платить какую-то мзду за то, чтобы побывать там, насладиться в природе и так далее и тому подобное. Хорошо, Евгений Иванович. Вот среди людей мистического склада ума распространено поверье о том, что есть так называемые места силы. Может быть, и вы слышали. Вот в Ярском крае одним из таких мест называют Жуковлянские валуны в Котельническом районе. Бывали там? Можете рассказать что-то нашим слушателям об этом удивительном саду камней? Ну, сад камней там, конечно, никто не устраивал. Это, естественно, образование. Валуны были вскрыты при строительстве насыпи железной дороги. Тогда добывали здесь песок гравий. Вот, валуны мешали и поэтому с разработчиком этого карьера. И поэтому их просто сдвигали в сторону, убирали. Отсюда и получилось несколько скоплений этих валунов. Там много там тысячи, ну, полторы тысячи, по-моему, валунов. Да, да, такие объем-то, вы представляете же, на железной дороге, сколько нужно балластов выгрузить. То есть они не сами вышли из земли, их достали? Нет, их, в принципе, достали. Но они же не искусственного происхождения. Нет, нет, нет. Они, естественно, происхождение. Подлинное образование, процесс образования, в общем-то, пока еще никто не объяснил. В свое время директор геологического музея, клуба любителей камня, Людмила Ивановна Скворцова, к сожалению, рано ушедшей из жизни, вот, она проводила там исследования. Но, поскольку музей находился на балансе детского домотворчества районного, то он оказался никому не нужный. И сейчас вот мне недавно, буквально на днях, пришло короткое СМС-сообщение, что там уже выкидывают геологические образцы. А ведь их собирали-то поколения геологов, любителей, энтузиастов. Я понимаю вашу боль, но, тем не менее, давайте мы будем говорить о жемчужинах Вятского края. Ну вот, так вот, я хочу сказать, что она исследования-то не успела опубликовать. И увидим ли мы эти исследования, может быть, они уже где-нибудь на мусорной свалке. Хорошо. Если мы говорим о мистике, о легендах, скажите, а как вы относитесь к байкам о том, что по Вятским лесам родит Йетти или снежный человек. Вот под Котельничем сотрудники из заповедника Нургуш даже организовали музей Йетти. Я там был в этом музее. Конечно, никаких подлинных экскурсов там нет, но интересно. У меня мой хороший знакомый Анатолий Фокин давно уже занимается этим вопросом. Он искал и следы снежного человека, значит, в ряде районов в области, вот, но находил какие-то следы, вот, но доподлинно я вот такой человек, что мне покажите, мне надо потрогать, посмотреть на зуб, попробовать, тогда я поверю. Вот, а пока так я с большим скепсисом к этому отношусь, хотя допускаю возможность существования какого-то такого. Да какой-то, что за вид-то, кто такой, что за снежный человек? Мне кажется, что это так, как вы думаете. Такого вот зверя. Его ищут и в Канаде, и в Соединённых Штатах Америки. Мне кажется, если бы он существовал, его бы давно обнаружили охотники, следопыты, такие, как вы, натуралисты. Трудно сказать. У нас до перерыва немного времени, но давайте попробуем начать вопрос о других природных жемчужинах Виатского края, об озёрах. Вот, тем более, с ними тоже связывают различные легенды. Ну, вот, какие самые известные озёра, какие самые глубокие озёра, какие самые известные легенды о них? Ну, в прошлом, несколько лет назад, существовало, значит, доказательство о том, что самое глубокое озеро у нас Кувшинское. Или Лобнова. Это в Санчевском районе. Озеро очень красивое, зажатое между двух населённых пунктов. Это, значит, Кувшинка и Заозерье. Вот, местный учитель, там, однажды зимой делал промеры со льда и нашёл глубину 41 метр. Когда мы приехали туда с экспедицией и набросили, так сказать, сеточку промеров на всю территорию, площадь вот этого озера, оно приличных размеров, вот, мы не обнаружили такой глубины, а нашли только вороночку глубиной 27 метров. Вот, то есть... Это, может, затянулось как-то, нет? Так это же карстово-субфазионное происхождение, то есть практически самая глубокая часть озера – это воронка. А воронка имеет внутренние крутые достаточно склоны, и поэтому с этих склонов, возможно, оползание грунт. Ну, а вот какое тогда озеро сейчас считается самым глубокое? Лежнинское в Пижанском районе, тоже очень глубокое, свыше 36 метров глубина у него. То есть это, ну, полтора-пятиэтажных дома туда можно опустить спокойно. Понятно. Евгений Иванович, сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – «Жемчужины природы Вятского края». И я продолжаю беседовать с заслуженным учителем Российской Федерации, старшим инструктором-методистом по туризму Евгением Ивановичем Ворончихиным. Наш разговор идёт об озёрах. Ну, вот мы говорили про различные легенды о том, что и бездонные это озёра, и то, что там якобы вот в том же Лежнинском озере церковь провалилась, ну, конечно, это вряд ли. А вот то, что не является легендой, а действительно, правда, подтверждено, что по озеру Шайтан, что в Уржумском районе, плавают острова. Вот откуда они берутся, почему плавают? И ещё говорят, что время от времени там наблюдают, что вырываются гейзеры, правда ли? Вот я не видел лично, то есть... Ну, это совершенно правда, это факт. Озеро относится к типу сифонной циркуляции, так называемой. То есть вода откуда-то приходит и куда-то уходит. То есть все эти процессы, скрытые от глаз человека, они происходят глубоко под землёй. И когда аквалангисты, значит, нашего кировского клуба «Нимфа» опускались туда, то они устанавливали на глубине поповки. И по этим поповкам они, значит, выяснили, что в одной части озера есть зона разгрузки, то есть подземных вод, они туда, здесь, в этом месте впадают, как бы, в озеро, вытекают в него. А в другой части озера они уходят, разрушаются. За счёт этого существует течение. Плюс к этому зимой озеро же замерзает. Уровень воды меняется, то есть зимой, значит, подо льдом уровень воды понижается. Вот. Гейзеры-то как появляются? Сейчас, сейчас, сейчас дойдём до гейзеров. Вот. А по берегам оно окружено с половиной болотистой. То есть когда идёшь и качаешься, как на матрасе на таком, ну, как обычно на болотах бывает, на зарастающем водоёме. И вот она же примерзает зимой. А когда уровень меняется, то за счёт силы тяжести льда и прочих процессов она отрывается и образуется в остров. Вот. Течение гонит его, оно начинает путешествовать. Причём в зависимости и от ветра, и от течения они перемещаются. Некоторые выдерживают вес нескольких человек. Вот это острова из половины. То есть это переплетение корешков, мусора, веточек, семян, трава прорастает, корешки, растения и так далее. В общем-то, получаются вот такие острова. А выброс – это когда со дна озера происходит выброс в чашу озера, значит, глубинных, подземных, напорных или артезианских вод, тогда и получается выброс. А высоко вот сколько достигает шумная энергия? Единственное, никто достоверно не видел, кроме одной туристской группы, по-моему, сейчас боюсь наврать, но, по-моему, группа из Малмыжа была. Причём они, интересно, как раз во время обеда на берегу озера. И тот, кто стоял лицом к озеру, они увидели, а те, кто повернулись, когда на крик, значит, удивлённой, изумлённой публике, что там происходит, они уже не увидели. То есть это редкое явление. То есть, ну, там даже не фонтан, а просто пузырь такой вздулся ближе к середине озера. А про настоящее извержение рассказывал мне лесник, который жил там. Значит, там же Буршковская дача была лесная, был там домик очень симпатичный. И не уходите в сторону. Итак, что лесник-то рассказывал? Вот он, значит, работал в сарае, убирал там навоз. Это нам тоже не важно. Но услышал рёв со стороны озера, выбежал туда, но фонтана-то не увидел. Но зато брызги от этого фонтана, выброса воды вертикального, долетели аж до досок, которые лежали у него тут, значит, возле дома. То есть это очень мощный был выброс. Понял. Евгений Владимирович, вот если кто-то захочет из наших слушателей побывать на этом озере Шайтан такому интересно, привлекательно, понятно, что плавающие острова, они, скорее всего, увидят. А вот каков шанс увидеть вот эти гейзеры? А они с каждым годом, по словам местных жителей, всё реже и реже. Откуда название-то Шайтан? От того, что ревело там, когда выбросы шли воды вертикальные. А сейчас они всё реже, реже, реже. Это, видимо, изменяется гидрогеологическое условие. Ну, или Шайтан ушёл. Хорошо. Я вас знаю, как заядывал рыбака. И должен, конечно, спросить, а где вообще на Вятке лучшая рыбалка? Там, где людей нет, нет дорог, проезд сложный, добирается туда единицы, рыбу не тревожат. Понятно. Ну, а какая тогда самая лучшая рыба? Какие благородные виды рыб у нас встречаются? Ну, название, под названием благородно, что понимать-то? Вкусная, вкусная, без костей, допустим, да. Но бескостная рыба у нас, пожалуй, наверное, стерлядь, да, она не костистая рыба. Её можно ловить? Она же хрящевая, да, по-моему, по лицензии-то, наверное, можно? Это можно у рыбоохраны. Там занесено же в Красную книгу? А, это Камский подвид туда занесён. А, то есть не вся? Не вся, да. Не вся стерлядь. Нашу по лицензии можно, по-моему. А вот я слышал, что хариус где-то на севере даже... Хариус тоже краснокнижная рыбка у нас. Он действительно очень вкусный. Белорыбеца встречается. По моим предпочтениям, так он, мне кажется, вкуснее, чем стерлить хариус. Но хариус я в основном на севере ловил. Это уральские реки, сибирские, саянские, байкальские. Когда рыбаки говорят о рыбалке, они, конечно, рассказывают, какую самую большую рыбу они поймали. Вот, спрошу вас, у вас какая в вашем арсенале самая большая... Глаз вот такой показывает, да? Когда руки связали рыбаку, да? Покажи, какая... Ну, реально, если так. Ну, реально, вот, щучка на 16 килограммов такая вот. Это самая большая рыбка, которую я поймал. Самая большая рыба, крупная же у нас в реках, это всё-таки сом. Вот, если почитать самокниги, которым больше 100 лет, Сабанеева, допустим, почитать, так он там упоминает, что, да, у нас на вятке ловили самобелук. Белуга даже? Да, белук до 300 килограммов. Вот, книга называется «Ловля рыбы в России». Вот, она до сих пор настольной книжкой является. А сейчас вообще можно белугу встретить? Белуги сейчас заходят в вятку. Заходят, а как они через пороги-то? Через плотины. Через плотины-то, да. Ну, там же есть рыбоподъёмники. Как повезёт. Повезло ей, она поднялась. Не повезло, она осталась. То есть, если кто-то рассказывает, что поймал там белугу, то это вполне может оказаться правдой. И сразу влетит на очень большие... Штрафы. Штрафы, да. Потому что её-то уж точно нельзя ловить. Ну, ладно. Вот, очень важный вопрос, тем более, что у нас программа потихонечку подходит, так сказать, к концу. Вот, тем, кто желает путешествовать по родному краю, чего стоит остерегаться? Вот, какой зверь самый страшный-то в вятских лесах? Медведь, может быть, волк, кабан, кого вот вы назовёте? Ни первое, ни второе, ни третье. Самый страшный зверь наших лесов, как ни странно, это клещ. Вот, клещей надо опасаться, конечно. Ну, а как-то можно... Вообще, давайте так, клещ такая долгоиграющая, я бы сказал, история, да, то есть, там, вынимать, доставать и прочее. А вот, чтобы на больших животных как-то не нарваться, как от них можно... Так, заявить о своём присутствии. Вот я, допустим, один, если хожу по лесу где-нибудь, там, за грибами, там, на рыбалку или ещё куда-то, пробираюсь, если я чувствую, что... Или следы увидел свежие крупного зверя, то я стараюсь издавать какие-то звуки. Шуметь, стучать, допустим, там, свистеть. То есть, и слышишь, что зверь уходит, уходят кабаны и уходят, уходят в ось. А кабаны, по-моему, такой, какой-то безбашенный, да, я бы сказал? Нет, он безбашенный тогда, когда неожиданно испугай его, и он обязательно нападёт с испугу, что называется. Медведя встречал, они в основном уходят. Посмотрели друг на друга и разрушились. Здесь волки, они... Встречал волков, но они вообще очень скрытные, они уходят, если сытые, если это дело не зимой. От лося приходилось бегать. Лося опасный такой? Да, особенно по осени, когда у них идёт гон, гормоны играют, значит, да, и вот он на любое, так сказать, звук бежит, и всё. Лучше с лосями не встречаться, правильно? Нет, это страшно. А вот наши змеи, какие опасности представляют? Да, одна единственная у нас ядовитая змея, это гадюка. А медянка? Гадюка обыкновенная. Ну, медянка, она же относится к задним боросятым этим самым змеям, и у них есть ядовитые желёзки, у неё есть ядовитые зубки, но они в глубине глотки, поэтому... В принципе, можно не так опасаться, да? Да, для того... Ну, а если с гадюкой встретился, то что? Вы встречались вообще? Ну, за всю практику, за 50-то лет путешествий, четыре случая было, когда гадюки, гадюки наши обыкновенные, кусали людей. У вас, ну, в вашей группе? Да, да, да. Два раза взрослых, два раза детей. Мы в больницу не обращались. То есть, отсасывать, сплёвывать, выдавливать, до тех пор, пока выдавливается кровь из ранок. Вот, а потом все действия, как при пищевом отравлении. Карбалены внутрь, обильное питьё, значит, меньше двигаться, вот, вызвать аэропорту искусственную, значит, да, вот. И всё, вот, всё проходит. Не так уж это страшно. Главное, не паниковать, не бегать, не кричать, а сразу начинать отсасывать яд. Вот, у вас сегодня был интересный рассказ, но, к сожалению, время как-то катастрофически быстро заканчивается. Евгений Иванович, что вы пожелаете и посоветуете в конце передачи нашим слушателям, которые хотят, так сказать, познакомиться ближе с природой Ифиатского края? Есть ведь литература, правда, не всё там, не везде можно её найти, но в основном в библиотеках есть. Сегодня мы услышали о жемчужинах природы Ифиатского края, но напоминаю, что наш сегодняшний гость Ворончихин Евгений Иванович, он написал книгу, которая так и называется «Жемчужины природы Ифиатского края». В ней много красивых фотографий с описанием самых красивых и необычных мест Кировской области, в том числе с подробной инструкцией, как туда добраться. Я совершенно уверен, что в настоящее время никто, кроме Евгения Ивановича, не способен создать подобную книгу. Если бы она была издана, то сотни людей захотели бы иметь её в своей библиотеке. Автор, и я вместе с ним очень надеемся, что найдутся заинтересованные люди, которые поддержат уникальное издание, помогут появиться ему на свет. Найти Евгения Ивановича можно, обратившись в редакцию или лично ко мне через социальные сети. На этом наша передача заканчивается. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.